Всем привет, Ютуб! С вами Женя Лизыгуб и это новое шоу «Откуда строчка?». И у нас в гостях прекрасные дамы Милана Некрасова и Милана Хаметова! Так, ребята, давайте начинать. Напомню, что у вас есть категории. Это блогерские треки, хиты десятых, русский рэп. Это были хиты, топ-чарты и повтори тренд. Давай трек десятых. Хиты десятых? Окей, хорошо, супер. Мне кажется, тут я просто облажаюсь. Ну ладно. Убегай. Возьми меня. Я хочу туда, где ты дышишь. Это мокрая зима. И сквозь дождь ты меня не слышишь. Я не знаю. Мне бесит, что нужно название. Я из этого проигрываю. Давайте, у тебя время. Десять секунд у тебя осталось. Да не надо мне никакое время. Попробуй вспомнить припев. И 100% припеве есть это слово. Выбирай чудо. И это правильный ответ! Отлично, супер. Да-да-да. Я даже название не знала. Но ты знаешь этот трек? Ну, трек, да. У нас-то Милана отгадала. Другая Милана меня отгадала. Значит, сейчас мое любимое. Это наказание. Итак, написать комментарий у Нюши под последним постом. Как же Егор мог тебя потерять? Да, этот комментарий никто не заметит. Только все паблики. Вы что, ребята? Показывай. Все. Вот первый. Первый комментарий есть. Супер. Это, кстати, первый комментарий в нашем наказании. А вы знали, что пока вы смотрите этот ролик, я уже готовлю новый. Сейчас как раз отсматриваю материалы. И, кстати, открыл для себя вот эту супер машину для работы. И теперь все делаю только на нем. Знакомьтесь, это новый ноутбук Osio Focus Line, который собирают в России на территории особой экономической зоны Иннополис в Лейшевском районе Татарстана. С диагональю 15,6 дюймов. У Osio стильный тонкий металлический корпус, и при этом он весит всего 1,7 кг. А еще компактная зарядка USB Type-C. Мега крутая фронталка 1,9 мегапикселей, что весьма неплохо для своего ценового сегмента. Теперь зацени, какой широкий угол раскрытия. IPS-матрица и яркость экрана 300 нит позволяют работать даже в самый солнечный день. И даже это еще не все. Два слота оперативной памяти, доступ к которым никак не влияет на гарантию. И при необходимости можно прокачать ноутбук вплоть до 64 гигабайт ОЗУ. Я уже молчу про 8 часов автономной работы в режиме видео. Большой тачпад, подсветка и клавиатура от края до края. А самое главное, оперативная связь с брендом 24 на 7. Сервисные центры находятся по всей России. Купить идеальный ноутбук для учебы, работы и отдыха можно по ссылке в описании. А вы смотрите дальше, мне вообще-то работать надо. Переходите по ссылке в описании для большей информации. Может быть, мы зайдем в топ-чарт? Почему бы и нет? Давай смело в топ-чарт, переходим. Пам-пам, играет хаос. Улыбаюсь тебе, и мы тасуем в Москве на твоем ДР. Подарок, акулич и этот... Лет-го! Блин, на меня только дошло. Так, ладно, давайте уже на Казани. Я не могу так долго стоять. Подожди, мы с Миланой танцуем. Ладно, нас... Да, вайбово было. Итак, наказание. Написать в личку Аню привет. Отношения с Платоном это хайп или нет? Что за тупое? Почему тупое? Вдруг это все хайп? Да хотя бы узнай. Тебе же интересно? То есть, то есть, они... То есть, тебе не интересно? Они ездят вместе в Дубай, гуляют, типа, живут вместе. Скажу, а это хайп? Ну, а вдруг? Направлять? Конечно. Какой кринж. Она просто меня сразу заблокирует. Поздравляем, Милана! Ты только что потеряла подругу в шоу-бизнесе. А мы идем к следующей категории. Итак, выбираем категорию. Смотри, у нас ни разу еще не было повторить тренд, и ни разу не было русского рэпа. Да, и не будет. Ты не шаришь за русский рэп? Все, она просто закопала русский рэп. И будет. Артисты больше не будут выкладывать треки. Русский рэп. Только Милана, окей. Я заливаю фоу. Это тусина. Я не знаю, что ты слышала. Я не знаю. Но я могу сказать, это неправда. Я точнее знаю, но не знаю название. Я не знаю. Токсис. Так. Да, это токсис. А это там еще. Я не могу любить эти... Да, 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 да. Дальше. Давай, пропой дальше трек, Милана. Я не знаю название. Черт, что-то такое. Есть, это правильный ответ. Да, он же там поет. Я не знаю, что ты не слышала. Вот так. Но я могу сказать, это неправда. Круто. Поздравляю Милана. Что нужно будет сделать? Записать в свой прекрасный телеграм кружок. Ну только не телеграм. Смотри, пародируя голос Токсис. Ребят, вот я все время скрывала от вас свой настоящий голос. Вот этот голос, это я напрягаю связку. На самом деле он у меня такой. Йоу, всем привет, ребята. И пытаешься сделать голос Токсис. Знаете, ребят, я вам скажу так. Я не думала, что я приду на это шоу, и мне так опозорят, что я еще останусь просто с плохой репутацией. На самом деле, после этого шоу, к тебе все потянутся. Да кто? Нет, правда. Токсис. Ребята, всем привет. В общем, я от вас скрывала свой настоящий голос. Вот это мой под настоящий голос. Дедка Тайя, хер, 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 хер. Окей, супер. Можно я это удалю? Можно, пожалуйста, это удалю? Нет, 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 все, хорошо. Нам понравилось, это было круто. В общем, я от вас скрывала свой настоящий голос. Это мой под настоящий голос. Дедка Тайя, хер, хер, хер. Главное, что у нас сейчас по формату будут наши прекрасные категории, к которым мы переходим, и выбирает их Милана Хаметова. Давай раскираем. Чисто кринжа валишь, Милана, вот меня только подставляешь, меня подставляешь. Ох, вниз, плиз, я плачу, если хочет, чупа-чупс. Какую строчку я произнес? Название чупа-чупс? Чупа-чупс. Она первая нажала, чупа-чупс, это неправильный ответ. Итак, давайте еще раз. О, вниз, плиз, я плачу, если хочет, чупа-чупс, нужно деньги на мучу, а на суши... Я плачу. Реально? Молодец. Ребята, какая у нас равная борьба. Я плачу, если хочет, чупа-чупс, нужно деньги на мучу. Еее, спасибо! Итак, написать коммент под последним постом. Кстати, снова коммент тебе выпал. Спасибо. Круто пародируешь Аслана в клипе Эрон Дон Дон. Вы спросите, почему такой комментарий, потому что его последний пост, где он дрифтит на тачке. Да, это же Аслан придумал кататься на тачке в клипе. Не, ребят, я думаю, после этого ролика вы действительно будете как-то, знаете, ближе ко всем этим ребятам шоу-бизнеса, потому что у вас уже есть какой-то контакт, общение, то есть вы через комментарии начинаете общаться. Ведь в этом нет ничего плохого, поздравляю Милану, она выполнила это, супер. К тебе переходит ход, Милан. Сейчас я посмотрю, может, Аня ответила. Мне Акулич ответила вообще хайп. Милан, выбирай категорию. Хиты десятых. Давай, супер, хорошо. Итак, ребята, у нас последний трек в этой категории. Я открываю холодильник, там есть колбаса. Открываю хлебницу, беру два куска. Готов. Два кусочечка. Детка, ем аккуратно за столом и над тарелкой. Давай, Милана, называй трек. Ты нажала на кнопку, значит, ты была уверена, что ты ответишь. 30 секунд времени пошло. Ну, я не уверена. Два кусочечка колбаски. Это вот этот трек? Может быть, может быть. Я не знаю. Ну, я спрашиваю. Два кусочечка колбаски. Неправильный ответ. Итак, переходим к Милане. Хлеб. Хлеб. Ты была очень близка. Прям пипец как. И это неправильный ответ. Поэтому давайте подсказка. Чай. Сахар. Чай. Сахар. Как называется трек? Чай. Это окончательный ответ? Да. Неправильный ответ. Милана, у тебя есть шанс. Какая борьба, ребята. Я не понимаю, что это. Твоя интуиция в первый раз, когда ты сказала, она тебе очень подсказала. Вот я тебе пропел припев. Не знаю. Петербург какой-нибудь. Вот вы близко. Давайте, давайте. Чай, сахар? Да, это правильный ответ. Милана победила. Уху. Спасибо. Я когда была на ВК-фесте, там выступали они. Да, да, да. Это группа хлеб. Я поняла, что это группа хлеб. Вот, да. Шашлында, шашлында, спиннеры. Это Денис Кукаяко там в этой группе. Милана сейчас в личку пишет. Записать голосовое. Может перепоем трек подарок, как уличи Платона и напеваешь. Типа, я танцую одна. Та-та-та-та. Который ребенок. И говоришь, только переделаем ее как в детскую версию. Ну вот, с Василисой запишем. Можешь куда угодно в личку написать. Дэн, привет. Привет, слушай. Короче, у меня тут такая идея появилась. Смотри. Сейчас. Я представляю, как это. Просто, если я ему писала, я писала через Аню. Дэн, привет. Короче, сейчас такая идея резко в голову пришла. Не хочешь, чтобы я с Василисой переписала трек. Вот этот вот подарок. Я танцую одна. Вот это только в детской версии. Понял? Не хочешь так? Тебе не кажется это прикольным? Ты когда записываешь, ты так в образ хочешь. Ты такая, я танцую. Ты реально притопнула. Такая ловка притопнула. Такая прям все в образе. Получилось? Правильно. Да, да, да. Все, супер. Переходим к следующей категории. Ну, давайте блогерские треки. Отлично. Этим летом домой нам не вернуться второй впервой. Ведь впереди у нас с тобой этот долгий выходной. Ведь впереди нас с тобой ждет долгий выходной. Я забыла, кто прыгать в этот океан. А, розовое нет. Нелана Некрасова. Нелана Некрасова, розовое нет. Выключите, у меня кровь из ушей, у меня кровь из ушей. А нам нравится. Мы пофлексим. Вот Анжели. Хоп, хоп. Вот. Спасибо. Кто это поет? Я забыла, кто это поет. Это мой трек. Другая Милана будет выполнять наказание. Записать в ТГ кружок что? Ребята, переслушала трек Миланы, розовое небо. Это же реально хит. Давайте вместе зафорсим его в тренды. Давайте. Очень легко. Я только хотела удалить летом этот трек, чтобы его больше никто никогда не слышит. Короче, ребят, я тут послушала трек Миланы Некрасовое, розовое небо. Реально же хит. Давайте мы вместе с вами его типа зафорсим. Очень круто. Будем под него джеркать. Короче, в лайки снимать видео. Давайте, пожалуйста. Мне он реально очень нравится. Так как у нас выиграла Милана, ты выбираешь еще раз категорию. Давай это были когда-то хитры. А, еще раз блогерские треки. Хорошо. Давай еще раз, ладно. Залетаю в приват джете. В Москву прямо с Алматы. Аслан, Шукаш и Рондондон. Опачки. Обалдеть. Супер. Поехали. Всё. Итак, спасибо Аслану за его прекрасный трек. Спасибо Милане за то, что она выиграла. И спасибо Милане Хаметовой за то, что она сейчас выполнит наказание. Позвонишь Аслану и скажешь насерьезки прям, предлагаешь записать совместный фид. Кстати он мне предлагал. Реально? Да. Летс Гоу! Поехали! Прикинь-то он скажет. Поехали, короче, на студию сейчас будем записывать. ты сейчас будешь говорить а у меня будет трек выходить джага джага мне кажется они похожи давай их в один трек совместим я думаю это взорвет интернет главное не ржите пожалуйста мы не будем и ты самая главная но это ладно алло привет я вот сейчас сижу на студии и мы что-то переслушивали свой трек и мы тут подумали у меня же есть типа джага джага скоро выйдет ты не хочешь у тебя трек джага джага выходит но ты под него в лайки снимал да и мне кажется ну мы пока еще думаем но короче не суть вот и у тебя ирон-дон-дон да и мне кажется они чем-то похожи вот не хочешь их типа совместить мне кажется будет круто как ремикс или написать или в этом стиле что-то типа в этом стиле да фит фит понял новый трек да конечно можно попробовать тогда я тебе напишу короче сейчас мы еще посидим подумал окей че у меня руки на крест в чатах посмотри в меру аслан мы сейчас не напишем короче я больше угарну она звонит он так серьезно пишет летс гол ну все супер у нас будет фит какой выдуманный фит асланы и миланы супер и так у нас снова выиграла милан основа выбирает категорию блогерские треки поехали он выбрал меня и побежал за мной теперь мы с ним будем излучать любовь милан хамеду купить реально да это правильный ответ мама она 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 должна будет не написать Сейчас Милана мне будет писать? Написать в ТГ пост. Да почему мне сразу самые жесткие? У вас у всех самые лайтовые. Давайте так, признаем, у всех лайтовые. Вообще нет. Нет. Хочу высказаться насчет нашей музыкальной индустрии. Кто-то купил собаку в треке, спел про свою лучшую подругу и джага-джага. И это слушают многоточие. Ну не понимаю я такого. Вот я начала ходить на вокал, ждите. Почему мне такое жесткое? Это не честно. Ты какой жесткий? Вы вот стоите, вы же не поссорены, у вас все хорошо. Да почему я должна Милану срать? Смотри, она сейчас пишет, я просто ухожу. Это, кстати, правда. Все, я навалила кринж свой ТГ. Можно, пожалуйста, меня отпустить отсюда? Все, пожалуйста. Конечно, ведь у нас осталось совсем мало треков. Сейчас, через секунду я буду в ОК-блогер, что типа Милана Некрасова обосрала Милану Хаметову в своем ТГ-канале. А Милана Хаметова сказала, что ей очень нравится трек Милана Некрасова. Ема, да. На самом деле, ребят, все эти паблики, вот тот, кто выложил, они уже сейчас понимают, а, блин, они на каком-то шоу. И все, поэтому... Итак, категории, категории. Русский рэп, это были хиты, топ-чарты и повтори тренд. Может быть, это были хиты? Давай, это были хиты. Это были хиты, по-моему. А там есть популярные треки, реально? Ну, это же были хиты. Ну, в смысле были? Ну, как это? А сейчас не хиты? Сплыли. Были? Были, да сплыли. Ну, да. Ну, например, типа Лада, Седан. Это же был хит? Да. Баклажан. Ты красивая, малая, но ты знаешь... Что дело не в красоте, Егор Крид, а малая. Сердцветка. Да, совершенно верно! Ну, чисто фанатка Егора Крида, да? Милану ждет наказание. Милану сравняла счет. Игра продолжается. Тут абсолютно легкое наказание для Миланы. Ей всего лишь нужно записать сторис, отметить Криды и сказать, почему ты еще не назвал... Ой, почему ты еще не звал меня записать совместный трек, почему Амина, а не я? Можно я просто прямо сейчас в шоу иду, я вам могу деньги заплатить, хоть миллионы денег, вы просто от меня все отстанете. А нам не нужны деньги. Мы за душу тут, Милан, мы не продаем. Да я с души вам могу продать свою, лишь бы вы меня отпустили. А можно не буду говорить? Он даже это не посмотрит. Вообще не посмотрит, он же меня вообще не знает. Амина на меня вообще не подписана. Нет, он тебя знает, но он это даже не посмотрит. Амина это вообще не посмотрит, вообще никогда не увидит эту историю, потому что она на меня подписана. Так какая разница, они что, встречаются, чтобы им это делать? Они вообще не встречаются. Не-не-не, не раз не ютистер. Отлично! Милан, вот смотри, ты сейчас расстроена, но через час ты будешь радоваться, потому что тебе напишут игру Крит и скажут «Слушай, да, базар, надо бы сделать фиточек». Но тут вопрос в другом. Если он тебе ответит «Да, погнали», сделаешь фит? Нет. Давайте следующую категорию выберу я, я хочу остаться же здесь. Это были хиты, следующий трек «По-ле-те-ли». Слышу любимый звук. Это звон монет. Инстасамка «За деньги, да». Я вообще делаю, что хочу. Хочу, пишу Егору Криду, хочу Амине. Все, что тебе нужно сделать, это написать ей просто «Даш, привет, я хочу начать музыкальную карьеру и записать альбом, но хочу, чтобы первый трек был с тобой. Че думаешь?» Можно я разобью свой телефон? Сделайте, пожалуйста, Эдит, Милана и ее реакция на наказание. Я сейчас буду реально плакать. Да вы меня все достали со своими папой. Они подумали, что ты про всех сказала. Я продала вам свою душу, все, можете меня не трогать, пожалуйста. Да, итак, Даша, привет. Я хочу начать музыкальную карьеру и записать альбом. Хочу, чтобы первый трек был с тобой. Что думаешь? Все? Да. Супер, молодец! Ты можешь сейчас оторваться от Миланы Некрасовой и тогда она тебе не догонит. Ты большой за поддержку. Ну, давайте. Нет, я так не могу. Надо сейчас вот ей давай в этом роли, потом тебе. Поехали. Следующая категория. Милана, выбирай. Давай, выбери ту, в чем ты разбираешься лучше всего. То, в чем я разбираюсь уже, это твои. Давайте прям по порядку. Это были хиты, а потом закончим все трендом. Ехать некуда по Южному шоссе. Ей хочется, ей надо, ведь в ней уже разе. Но ехать некуда, а все едут кто куда. Холостой. Федерико Феллини. Нет. Алена Швец. Нет. Пусть луна нам светит ярко, обгоняя иномарку. Let's go, супер. Какой это трек? Блин, неужели это так сложно? Что-то там Бразерс, да? Да. Малиновая лада? Let's go! Я же тебе говорил, оно придет. Оно придет. А как вспомнилось? Малиновая лада? Что-то там. Я, короче, как-то вспомнила. Я не помню, как это произошло, но у меня просто мозги начали работать. Так, наказание у нас для Миланы Хаметовой. Такое. Записать какой-то новый тренд под этот трек. Выложить к себе в соцсеть с подписью. Ребята, новый тренд. И Джерка. И вот так, смотри. Медава пишет. Что пишет? Привет, что у тебя с инстой? Тебя взломали? Супер! У-ху! И можете добавить подпись, как вам новый трек, новый тренд. Гоу, джеркать! Это финал. Категория. Повтори тренд. Не позвонила. Не открыла. И не звала. Почти душила. И забила на твой мармеладный инстасамка. Мармеладный инстасамка? Неправильно, Милана. В смысле? Мармеладный правильно. Стой, отвечай ты на. Если она ответит неправильно, окей. А, мой мармеладный. И это правильный ответ! Ты не сказала одно слово, мой! Я же потом сказала мой мармеладный, а ты говоришь, это неправильно. Не-не-не-не, я серьезно говорю, там было так, что ты такая, мой мармеладный. Я такой, о-о-о, все, что ты такая, что ты понимаешь? Я говорю, да-да-да, а потом ты такая, мармеладный. Я такой, что-о-о-о, нет! Так ты же сам ничего не ответил. Нет, фишка в том, что у нас, ребята, ничья! У-ху! Ну, хоть обнимитесь, я не знаю, вы молодцы, вы сегодня победили джокера, победили меня. Я хотел, чтобы кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Но в итоге нет, вы сломали всю игру и победили вы. А проиграл я. Джага, джага, джага! Ну что, ребята, это было шоу «Откуда строчка» и главный его ведущий Женя Лизыгуб в гостях были прекрасны. Милана Некрасова, Милана Хаметова у нас победила дружба. Ну а следующий выпуск ждите скоро на канале. Всем пока!